6 апреля в преддверии Всемирного дня здоровья члены молодежного правительства города Азова организовали массовую зарядку, которая состоялась на площади около городского дворца культуры. Основная цель мероприятия – привлечение горожан к здоровому образу жизни. Участники при регистрации получали порядковый номер. По окончанию работы локаций у нас пройдет большой розыгрыш от наших спонсоров, которые нам предоставили очень хорошие призы. Всего зарегистрировались около 600 человек, но желающих принять участие в мероприятии с каждой минутой прибавлялось. Если в прошлом году ребята провели небольшую общегородскую физкультурную зарядку, то в этом они организовали спортивный фестиваль. Помимо массовой зарядки, которая у нас идет 45 минут, после нее у нас будут командные соревнования, будут работать спортивные локации, где ребята могут соревноваться в прессе, отжимании, поднятии гири, приседания с блином, армрестлинги. И также у нас будет работать площадка по боевому искусству, можно сказать. В масштабном мероприятии приняли участие как опытные спортсмены, так и новички. В этот день всех объединила любовь к спорту. Я впервые участвую, и очень подвижные песни, музыки, хочется двигаться, прыгать, принимать участие везде. Очень интересно. По вашему мнению, такие фитнес-зарядки нужно проводить регулярно? Да, почаще, думаю, раза два в месяц точно надо. В нашем городе раз в год такое проходит, ну, почаще бы. Я первый раз принимаю участие в фитнес-зарядке. Дело в том, что мы посещаем Зумбу и пришли, в общем-то, поддержать тренера. У нее всегда очень зажигательные тренировки. Видите, сколько людей танцует. На самом деле, очень здорово. Вот, что еще? Вы считаете, такого рода фитнес-зарядки нужно проводить регулярно? Конечно. Желательно, каждый месяц можно чаще. Открытый воздух, столько людей участвует. Всем здорово, весело. Спортивный праздник, я думаю, для Азова это очень хорошая вещь. Нужно, конечно, проводить почаще. По окончании фестиваля самые активные участники были награждены грамотами и ценными подарками. Что же касается самого праздника, то азовщане надеются на увеличение количества подобных спортивных мероприятий в городе. Екатерина Четверикова, Анна Маркина, Александр Кучиц, Азов.Инфо.